Призвать, чтобы воплотить пращура, это наша обязанность. Нет, вот конкретного. Конкретного. Муж должен пойти, встретиться со своими родителями, сказать, ну что, кого воплощать? Кто более толковый из вас? Выбирает более толковых и воплощает. Любимых, толковых. Это обязанность мужа. Нет, вы потом изращиваете все это. Муж притягивает, еще за два месяца до зачатия, он же фатму своего родича притягивает в себе вместе с водой. Потом эта частичка образует его семя. И потом он передает вам. И это только идет по линии мужа? Или можно пращура по малой линии? Нет. На самом деле нет ни вашей линии, ни его. Вы рождаетесь в семье какой-то, но вы принадлежите к роду своего мужа на самом деле. А вам просто взаймы вы попали к своим знакомым каким-то. Они вас волотили как ваши родители, но это не ваш рост. Вы принадлежите к роду мужа. И тогда никаких проблем нет. Если женщина это осознает, никаких треней не будет. Поэтому в народе так говорят, девочка отрезанная ломать. Так же? Алексей Васильевич, у меня дочка, это значит, что она не моего рода. Нет. Она родом своего мужа. То есть у вас были свои друзья какие-то, вот предыдущих воплощений. Так же? И они вам дали там жену. Взрастили и отдали. Вы теперь долг отдаете. Для этого рода вы сращиваете его родище с того рода. И как знак благодарности отдаете в этот род свою дочку. Она принадлежит к ее роду. Вы долг просто отдали. Прекрасно и хорошо. Это не говорит о том, что мы не должны любить своих дочек. Нет. Может соседи любят. Да. Скажите, а если у женщины один должен быть? Нет, так не бывает. Нет. Бывает, что много. Нет. Вы принадлежите к тому роду, кто первый вас обронил в свое семя. Вот к этому роду вы принадлежите. А остальные животные притягиваются уже к этой душе. Откуда они? Кажется, например, тело ребенка. А, с пищей. С пищей. А это же тоже будущие люди, получается. Да. А как они рассматриваются в этом процессе? Да вот как раз мы должны, как царь, батюшка, относиться к своим подлинам, и каждая частичка своего тела должны относиться, как к разумным существам. И точно так же общаться с ними. Входить в их проблемы, помогать им. То есть общаться так же, как с людьми. То есть ведомый дух, а это все его подданные. И если мы используем силу своих подданных в эгоистически корыстных целях, они поднимают забастовку. Это болезнь наступает. Это болезнь. Так же? Мы в ответственности за каждого своего подданного. Хорошо. Дух покидает тело, а эти животные... Должен забрать. Если у него нет квалификации, проводится крота. Разрушаются эти связи атомарные. И он забирает все жепатмы собой. Христиане, чтобы не дать возможности воплощаться нашим святым, они что делают? Хранят мощи. И поэтому святые не имеют право бросить своих подданных и воплотиться. Вот так они не дают воплощаться нашим святым. Спасибо.